Я не могла любить Всем привет! Литва, город Рокискис. Прибыл на погрузку. Масло-сыр-завод. Грузим 22 тонны. А что именно грузим? Не понимаю, потому что заявка у нас на литовском языке. Так вообще тремя языками владею. Могу говорить по-русски, могу разговаривать по-белорусски и I can little speak English. Прям little-little. Но понять могу, рассказать, объяснить тоже могу. А вообще, учите русский. Русский всему голова. Как говорил Ваня Усович, если ты не знаешь русский, не расстраивайся. Не расстраивайся. Ты отлично знаешь белорусский. Поэтому мне кажется, что белорусский язык знают все. Так, все загружено. Вешаем пломбу обязательно перед выездом. Сказали, самим вешать. В два ушка попадаем. Документы тоже, кстати, уже готовы. Кстати, вот забыл вам сказать. По воздуху, прицепа воздух уходит очень быстро. Минут пять уходит. И до такой степени уходит, что накачает машина воздух, накачает прицеп воздух. И нужно его ходить растормаживать. Пока не растормозить. Видишь, воздух сошел, а он не растормаживается. Поэтому сейчас скачаю воздух минут пять. Растормаживаю. Потом еще через пару минут только выезжаю. Ну что, дергаем потихоньку? 22 тонны. Давно так не возил. Пацаны тоже с нашей фирмы грузятся. А мы что, мы отдаем одну ЦМР-ку только на выезде. Маршрут проложил до базы 130 километров. Леха там ждет. Что-то тут видел, выходит охранник сам. Или мне надо выйти? А не, идет. Добрый день. Как вам Илья? Дудкин. Дудкин. Висит, повесил. Вот о чем я и говорил. Видите, пломбу проверяют, чтобы была повешена. Если не повесишь пломбу, забудешь, выпишут штраф. Все, хорошие нам дорожки. Погнали. А, кстати, забыл я сказать. Говорил, не говорил. Сухое молоко загрузили. 22 тонны сухого молока. И вот здесь адрес, если забивать адрес, как фирма скидывает, то машина приводит маршрут вот сюда. Здесь только выезд. Надо, получается, дальше немного проехать, потому что завод большой, достаточно большой. Ну, кто здесь грузился, тоже, кстати, подписчиков встретил. В Гиртеке стажируется. Вот и вот первая стажировка, грубо говоря. И тоже часто грузится. Поэтому, я думаю, что все знают. Завод большой здесь, огромный. Ну, пацаны повезут сыр на Италию. Мы повезем сухое молоко в Голландию, а пацаны повезут сыр. Тоже в Инстаграм фоточку залили. Фотографировались подписчикам тоже. И вы залетаете в Инстаграм тоже. Буду рад. Всем там отвечаю, чаще появляюсь. Ребят, 22 тонны как-то она тяжеловата. И руль опять начал гудеть. Делали, меняли насос. Вспомните, на сервисе меняли насос. А он опять начал гудеть. Он гудит при нагрузке. Когда вот груженый двадцаткой. Цветы везешь там в 9 тонн. Вроде бы не замечаешь. Так по рейке смотрели. Вроде бы ничего не течет, когда на сервисе были. Все шланжики поменены. Впрочем не знаю. Ладно, все, друзья, поехали. У меня вообще евросов нету. Что-то вообще не подготовился. Сейчас на базе надо будет брать зарплату. Ни хот-дога заехать, ни купить, ни кофе. Кстати, вот смотрите, здесь вот можно оставить машину. Обочину я вот видел, обратил внимание. На обочине кидают машины. Здесь и Норфа, и Алди, и Лидл. Короче, много-много магазинов можно прогуляться, закупиться. Если здесь, в этом месте, будете загружаться. А мы сейчас поедем через Аникшай. Вот я думаю, либо через Утен уехать. В Аникшай мы тоже грузимся часто. Можно там ехать. Да, узковатая дорога. Ну, блин. Хотя с 20-кой тоже по этой дороге неохота кататься. Но зато короче до базы. Ай, ладно, поехали через Аникшай. Время, деньги, правильно? Ну, и на базе вот пока Леха там заполнит отчет, пока я приведу себя в порядок, возможно, сделают нам этот воздух. Я не знаю. Но я говорю, захочешь смотаться где-нибудь, кемарнуть захочешь в каком-нибудь неблагоприятном месте. И услышишь, проснешься, захочешь свинтить, смыться, и у тебя не получится, потому что ты тупо не сможешь сдернуться с места. Можно даже говорить пацанам, можете на лапы не поднимать. Пишите. У меня машина затормаживается сама автоматом. Пока населенник запишу вам видео насчет дороги. Дорога, в принципе, нормальная, но местами уставшая. И вот в этих уставших местах, знаете, края дороги, они как будто покусаны, развалены от больших грузов. И в этих местах проблематично разъезжаться с фурами, потому что приходится цеплять обочину, скидывать скорость. Ну, и не скажу, что сильно выигрываем мы по времени. Я бы даже сказал, что вообще не выигрываем. Да и по километражу тоже не особо выигрываем. Поэтому лучше бы я, наверное, поехал другой дорогой. Ну, уже как есть, разворачиваться уже не будем. Поехали. Ну, я говорю, она местами. Вот видите, можно ехать. Разъезжаешься нормально. Где-то обкусанная, разваленная дорога. И я же говорю, я везучий, фартовый. Мне, как всегда, в этих местах попадется встречная фура. Получается, скидываем оба скорость, разъезжаемся в притирочку, чуть ли не зеркалами тремся. Ну, а так, в принципе, ехать можно. Поехали. Сегодня прям день новостей. У нас Денис увольняется. Остаемся мы снова с Лехой одни. Нужно искать напарника, опять же. Сколько мы проработаем вдвоем, непонятно. Надо искать, будет, подменку на базе тоже. Может, кто дома сидит. Не знаю, либо что-то думать в плане по России по одному покататься. Один едет домой, один в Москву. И меняться так, пока не найдем себе третьего человека. А Денис по семейным обстоятельствам сказал, что пока работать не может, нужно ему дома побыть. Поэтому сегодня позвонил в отдел кадров, сказал, что увольняется. И мы с Лехой немножко в огорчении. Ну, в плане того, что как бы уже и сработались. Деня с нами чуть больше полугода проработал. И тоже уже, ну, сработались. А сейчас, видите, снова придется искать кого-то на замену. Как-то вот так. Ладно, прорвемся. Чего страшного. Мы ставим, смотрите, вообще стекло пошла, дорога. Короче, можно брать на заметку. Можно и по этой дороге кататься, в принципе. Я надеюсь, эта дорога до Аникшай такая будет. Потому что после Аникшая там я уже знаю, что за дорога. Ну, а здесь как-то вот. Тоже интересно прокатиться. А то мы все одними дорогами катаемся, докатаемся. Уже приелись эти дороги. Уже и в другое место куда-то съездил. Вот, пожалуйста, хотя бы такое разнообразие. Я вот заметил, когда такими дорогами едешь. Ну, все, приплыли, вон, конец дороги. Стекло закончилось. И вот, видите, латают эти края дороги. Большегрузы, когда разъезжаются, откусывают края, разваливаются. Они пытаются вон сделать. Но видно, вон колея по краям дороги. Так, до базы 40 километров. Приоткрыл окошко. И люк. На улице 8 градусов. Пусть немного погоняет воздух по кабине. Проциркулируют наши вонючки, наши запахи. Вот эти немножко начали пахнуть. Вся, понимаете, привыкаешь к запахам. Даже вот к аэрвикам, что у нас два стоят с двух сторон, к ним тоже привыкаешь. Не замечаешь. Вот когда окошко приоткроешь, люк, циркуляция, воздух начинает гулять, тогда уже начинаешь замечать. Поэтому так минимально 10 минут пусть воздух погуляет по кабине, чтобы не продуло. Так вообще опасно в такую погоду открывать окно. Ну, видите, водительская у меня закрыта. Я один раз приоткрыл водительскую, я тоже проехал минут, наверное, 15. И шею застудил, потом ездил, как робот, не мог нормально смотреть в зеркала. Телом поворачивался, чтобы смотреть в зеркала. Такое себе удовольствие. Поэтому так, на немного приоткрыл. Не обращайте внимания, там тряпочки, они чистые, сохнут. Это от полирольки наши. Вот, поэтому мы их потом уберем. Сложим, высохнут, сложим и аккуратненько будут лежать. Так тоже не люблю, чтобы ничего висело. Просто уберется, просто сохнет. Вчера, пока границу проходили, полы мыл, натирал сиденья, панели натирал. Поэтому простернул, повесил, пусть высохнут. Погода идеальная. 8-9 градусов прыгает. Радостно становится. Вот еще остановиться бы очки, взять солнцезащитные. Вы знаете, так лень останавливаться, так впадло, на самом деле. А по глазам бьет это солнце. Щуришься, морщины. Колейку собираем. Ну, что сделать? 22 тонны, тяжеловато. Ну, все, наконец-таки я выбрался на дорогу, которая идет Утена, Укмерги и Каунас. Заедем сразу, купим виньету, потому что здесь нам уже нужна виньета. Ну, грубо говоря, я проехал без виньеты 1 километр вот со съезда. Так, заходил я через Субботы с Латвии, и поэтому тут у нас бесплатные дороги все у меня были. Белые, желтенькие, знаете, можно по ним кататься. Вот для первой Виады и купим. Настану я, наверное, под колоночку по-быстрому. Никого нету, чем туда в елку мотаться, правильно? Никому не мешаем, вот тут встанем. Вы видите, как руль гудит? Уж напрягает. Вас не напрягают такие моменты, когда руль гудит? Как Леха говорит, Чубака у нас в кабине живет со Звездных войн. Помните этого волосатого Чубака, по-моему, звали? Как он шипит? А у нас еще и срыв потечет, ай-ю-моё. Еще ж не жарко. Нормально так выгоняет, я вам скажу. Это что? Это до первого контроля, ребят. Только заметил, не было. Ну, конечно, РФ полный. Ну, поехали до базы, там, на базе уже решим. Ну, давай, Чубака, сначала ты, а потом в синхронном месте. Слушаем тебя. Леха, здорово. Короче, нет времени, вон нам меняют, что я говорил, по воздуху, вон, ресивер, все поменяли. Там что-то делают, делают. Мы по-быстрому тут отчеты. Забиваем адрес, надо выскакивать, потому что нам надо разгрузиться. Короче, все, привели себя в нормальный вид. Разложили машину, машину, говорю, вещи. Леха пока перекинул, тоже все развесили, разложили, готовы стартовать. Еще бы поесть в идеале, да, Алексей? За целый день ничего даже не перехватили. Ну, ехать надо. Там ребята качают ресивер, смотрят, чтобы все было нормально, нигде не шипело. Вот, ошибки нам постирали вроде. Короче, посмотрим по дороге. Все, на этом, наверное, видос закончим. Там уже увидимся с вами завтра в Польше, наверное. Поедем. Да, Леха? Всем чао. Что-то ты появился на минуту и пропал потом. Что там? Пугается? Поехали.